В холле Центра молодёжного творчества многолюдно. Педагоги, историки и краеведы прибыли на встречу с заместителем прокурора Брестской области Александром Тачком, чтобы узнать ранее неизвестные факты белорусской истории, в частности о геноциде нашего народа. В связи с сотрудниками Брестской областной библиотеки имени Горького представлена тематическая выставка книг, посвящённых данной тематике. Брестская областная библиотека имени Горького сегодня представляет выставку, посвящённую геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Эта выставка включает в себя, прежде всего, документальные материалы, научную, научно-популярную литературу, публикации из периодических изданий, которые проливают свет на события, связанные с оккупацией немецко-фашистскими захватчиками территории Белоруссии. Это книги, которые изданы под редакцией Генеральной прокуратуры и прокуратуры Брестской области. Это книга «Геноцид белорусского народа». Это целый проект «Бессрока давности». Это шесть книг, изданных под таким названием, куда входят документы военного времени. В частности, в книгу «Бессрока давности», посвящённую Брестской области, входит 212 документов военного времени. Это приказы, распоряжения, сводки, акты. Целый ряд приложений есть, в которых каждый из нас узнаёт о той или иной деревне. Многие деревни тогда подлежали уничтожению, сожжению. И вот эти светения как раз и дают возможность нам воссоздать вот ту страшную картину. Поэтому это очень важно, что на протяжении всего расследования поступают новые книги, и каждый человек может, напрямую прочитав эти книги, узнать о той или иной трагической истории. В ходе расследования уголовного отдела Генеральной прокуратуры допрошено свыше 17 тысяч человек, 8 тысяч из которых – бывшие узники лагерей смерти. Проведено более 400 осмотров мест происшествий. Более 380 тысяч человек угнаны в немецкое рабство. Разрушено свыше 200 городов, сожжено почти 12 тысяч сёл. В Брестской области всё ещё ведётся поисковая работа, и обнаруживаются доселе неизвестные места массовых захоронений. Разумеется, ещё идёт расследование, устанавливаются те же самые новые места, где производились уничтожения, убийства наших жителей. Производятся осмотры, продолжают фиксироваться свидетели, которые либо сами, ну таких же малосовершенненно, либо сослов своих родственников знают чего-то, устанавливаются данные о том количестве, которое в том или ином месте было расстреляно. Ну то есть идёт активный сбор доказательств и данных в целом о геноциде. Более 20 мест, но это, я хочу сказать, что не конечная цифра. Дело в том, что ещё есть ряд мест, по которым данные имеются, значит, да, но исходя из возможностей, а там определённая процедура, происходит вскрытие вот этих отмест, значит, да, они пока ещё не произведены раскопки. То есть в очереди ещё значительное количество мест есть, поэтому количество тех людей, которые мы потеряли в годы Великой Отечественной войны, оно будет ещё больше расти. Преступления против мира и безопасности человека не имеют сроков давности. Такая просветительская работа с учреждениями образования позволяет широко информировать граждан нашей страны о достоверной истории, чтобы помнить ошибки прошлого и сохранять мирное небо над головой. Знаете, пока я сидела в актовом зале, я прочитала на сцене слова, что это восстановление исторической справедливости. И когда я зашла вот в этот холл и посмотрела эти стенды, литературу, вы знаете, это всё как бы очень сильно впечатляет. И всё заставляет нас действительно бороться за то, чтобы память не истёрлась, чтобы она перешла в следующее поколение. Потому что совершенно недопустимо то, что происходит в наше время. Совершенно недопустимо предавать забвению подвиг нашего народа. Совершенно несправедливо предавать забвению те преступления, которые отворили фашисты на нашей и не только нашей земле. И совершенно недопустимо то, чтобы происходила героизация фашизма и фашистов. Сведения из уголовного дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси, пострадавшей от геноцида, и пересечь попытки обесценить историческую правду. А пока расследование продолжается, и кто знает, какие ещё страшные факты преступлений против наших предков установит Генеральная прокуратура. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, Новости Бреста.